Мы перейдем непосредственно к нашим темам. Ну, во-первых, в России как-то все глубже и глубже литургический сон, да? И что неприятно, это, разумеется, сон разума. И этот сон разума, как всегда, рождает Рогозина. Все уже знают, да, все знают эту историю с дыркой в МКС, которая была просверлена сверлом. Все уже вроде бы выяснилось и определилось, но все равно самым знаковым, главным и прекрасным остается первичная реакция руководителя Роскосмоса, который тут же, узнав про дырку в космическом корабле, высказал уверенность, что это сделали инопланетяне в космосе. Причем каким-то кривым и ломаным сверлом, да? И вот дальше давайте попробуем пойти по конве рогозинской логики. Она восхитительна, я его вновь полюбил, потому что вот по рогозинской логике мы действительно не одиноки во Вселенной. Это настораживает. Но вместе с тем понятно, что никакое вторжение никогда осуществлено не будет, да? Потому что все представляют инопланетян как какую-то смертоносную сверхрасу со сверхтехнологиями, а это, судя по всему, такие же рукожопые существа, как и те, что работают в Роскосмосе. У них тоже текут сортиры, у них тоже все воруют, у них тоже мусор на орбите, и у них есть свой рогозин, и был подослан инопланетянин, иная форма жизни с кривеньким ломаным сверлом, чтобы просверлиться и под... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»